Еще неделю назад на правобережном тракте машин было меньше, но с 5 января с закрытием Старого моста транспортный поток начал расти. Сейчас это единственный въезд в город со стороны Новоалтайска. Автомобилисты уже нагрузку ощутили, да и я вижу, что машин здесь прибавилось. А ведь это еще не лето, не дальше сезон, когда въезжающих и выезжающих за город станет гораздо больше. В связи с закрытием Старого моста дополнительная нагрузка легла и на некоторые центральные улицы города. Красноармейский, Комсомольский, Ленина, улица Мамонтово. На них транспортный поток увеличился в 2-3 раза. И особенно в часы пик здесь образуются серьезные пробки. В проблемных участках, где больше всего движения транспорта, инспекторы ДПС несут службу и при необходимости регулируют дорожное движение, обеспечивая бесперебойное движение транспорта. В ГИБДД даже вывели дополнительные экипажи ДПС. Их задача разгрузить проблемные участки города. Сейчас их нет, но по утрам, по вечерам, когда машин особенно много, они патрулируют улицы. Изменился и маршрут некоторых автобусов. Так, 125-й едет на Валтайск уже по новому мосту, при этом делая крюк. Теперь конечная остановка у него не Спартак-2, а район ВРЗ. Ну, пока неудобно и непривычно, но привыкнем. А можете сказать, на сколько километров в день увеличился транспортный путь? Ну, точно не могу сказать. Ну, даже не знаю. Ну, все равно, маленько все равно увеличился. Ну, километра 50-10. А, за день? Да. Ну, где-то 50, побольше, не знаю. А значит, вырос расход бензина на 11-17 литров. С пересчетом на деньги это ежедневно плюс 500-700 рублей. Это если машина на бензине. Чтобы не работать в минус, перевозчик повысил тариф Донавалтайска. То есть, 5 рублей разница? Незначимая. Тем более, если понять водителя, такой крюк делать, то, конечно, да. Надо, чтобы маленько билет подорожал. Ну, я редко езжу, поэтому... То есть, принципиально 40 рублей не принципиально? Ну, нет. В Минтрансе пояснили, у междугородних маршрутов тариф нерегулируемый. Перевозчик сам устанавливает рентабельный ценник. Но добавили, о росте цены речь все же не идет. Между тем, на Старом мосту уже снимают асфальт. Реконструкция продлится до конца 2021 года. Но люди готовы терпеть неудобства. Этого ремонта ждали десятилетиями.